О провокациях со стороны вагнеровцев, чтобы таки втянуть Беларусь в войну с Украиной, ведь вагнеровцы якобы сейчас готовят операцию под чужим флагом с атакой на Мозырский НПЗ, о беззащитности Черноморского флота РФ перед украинскими морскими дронами и полузатопленный оленьгорский горняк в Новороссийске тому подтверждение, о новой волне скрытой мобилизации на России, ведь Путин поднял призывной возраст до 30 лет и запретил сегодня выезжать за границу с тем россиянам, кому была уже вручена повестка. Обо всем этом на стриме в Ютубе 24-го канала говорим с бывшим советским разведчиком, а ныне журналистом Сергеем Жирновым. Сергей Олегович, рад вас приветствовать. Слава Украине. Добрый вечер, героям славы и привет всем нашим зрителям. Сергей Олегович, этой ночью был развенчан очередной миф российской пропаганды, теперь вот о неприступности Новороссийска. Теперь и эта база военно-морского флота РФ была успешно атакована. Впрочем, российская пропаганда пытается теперь вот врать, что, мол, атака была отбита. И вот по вашему мнению, как вы думаете, скажут Путину правду об этом о Ленигорском горняке? Ну или же, я не знаю, наврут, что он, значит, был, этот большой десантный корабль, был там демобилизован еще вчера? Все будет продолжаться точно так же, как с крейсером Москва. Да, потому что с крейсером Москва, который тонул там примерно сутки или двое, вот пока он тонул, говорили, что все нормально, что просто там покурили, что никаких проблем нет. А вот когда утонул, уже ничего, к сожалению, уже для них выхода уже не было, вынуждены были признать. Хотя, кстати, не признавали очень долго, говорили, что весь экипаж спасся, делали постановки на берегу в Севастополе, показывали каких-то, вроде бы, весь состав, на самом деле, это была постановка, отказывались родственникам признавать погибших. И до сих пор, кстати, по крейсеру Москва, по-моему, признаны погибшими только всего несколько человек. Так что, в общем, будут, конечно, отрицать, потому что все это неприятно, очень неприятно. Потому что тут две вещи. Первая вещь — это то, что российские, в том числе и самые стратегические объекты, плохо защищены. Это раз. А второе — то, что у Украины есть производственная и научная база для разработки собственной военной промышленной продукции, которая может бороться эффективно с российскими судами. То есть вот эти дроны — это ведь на самом деле, так сказать, военная мысль украинская. Потому что люди забыли, что Украина — большая, крупная промышленная держава, которая делала очень много вещей, в том числе для Советского Союза, которая делала самолёты, которая делала машины, которая делала танки, которая делала ротеры для военных вертолётов российских и советских, которая делала практически космические корабли, потому что Южмаша в Днепре делала стратегические баллистические ядерные ракеты, в том числе самые тяжёлые. Вот эти сатаны, они в Украине производились, которая делала корабли в Николаеве и могла строить у неё довольно хорошую судостроительную промышленность. И по этому поводу это всё очень неприятно для Путина. И участившиеся атаки дронами показывают, что, во-первых, это эффективно, и, во-вторых, это работает, что атаки на Керченский мост, судя по всему, были всё-таки дронами морскими, значит, тоже это показатель, что они могут добивать куда-то. Ну, от них, конечно, можно защищаться, потому что, грубо говоря, морской дрон украинский, вот тот, который мы сейчас видим, это что такое? Это, ну, катер, да, такой низко сидящий на воде катер, в котором находится там до полутонны взрывчатки, вот, и довольно сильный мотор, и плюс у него автономия довольно большая, то есть говорят, что он там чуть не тысячи километров может автономно идти, значит, и руководят им со спутником. Вот, но, судя по всему, он всё-таки не делается из материалов, которые делают ему малозаметными для радаров, то есть для радаров он виден, скорее всего, и поэтому с ним всё-таки пока что военно-морской российский флот довольно эффективно борется, но тут вопрос ведь заключается просто в объёме, да, то есть если вы пускаете один такой дрон на корабль, то от него можно отбиться, а если вы пустите сто дронов, то от него хоть даже если к цели достигнут всего лишь 5-10, этого достаточно, чтобы потопить. Вы знаете, в этом смысле такой же принцип примерно, как достаточно одного, чтобы достигнутый эффект состоялся. Вот, и здесь тоже... Сергей Олегович, это же и принципиально важная штука в том плане, что ещё условно вчера, да, Путин мог гордиться, что действительно в Чёрном море, в акватории Чёрного моря российскому Чёрноморскому флоту нет конкурентов. Ну, если не брать Турцию, да, если говорить о противостоянии Украины и России. Действительно, у Украины своего флота не было. И вот теперь оказывается, что этот славный Чёрноморский флот всё, что может, это спрятаться в Севастопольской бухте, огородить её сеткой, да, чтобы украинские дроны не прошли. Или же спрятаться, да, день вчерашний, день сегодняшний, это спрятаться в Новороссийске. Оказывается, и там тоже не спрячешься. То есть, смотрите, это концептуально, я бы даже сказал, мог предположить, совершенно другой теперь уровень. Да, конечно, концептуально это очень важная вещь, потому что когда украинские войска пытались атаковать Севастополь, то военно-морской Чёрноморский флот был уведён в Новороссийск. Там частично какие-то корабли даже в Туапсе куда-то там отвели. То есть, подальше от Украины, грубо говоря, говорить, что не добивает, у Украины просто нет средств, чтобы туда достать. Получается, что теперь средства есть. Ну, во-первых, англичане передали Storm Shadow, который уже бьют там на 250 километров, да, это уже всё-таки довольно серьёзная вещь. Уже можно добывать туда, куда раньше не доставали. Но вот эти самые дроны, явно совершенно у них хорошая автономия. То есть, если даже они не идут на тысячу километров, то на 300-400 километров их вполне хватает. И у Украины, судя по всему, идёт налаживание собственного производства. То есть, налаживание ВПК, кстати, она не скрывает этого дела и даже иногда довольно гордо об этом рассказывает. Потому что я вот помню сообщение совсем недавнее, где прошла выставка такая, или там типа ярмарки военно-промышленные, где Украина рассказывала, какие у неё дроны воздушные есть, как много, кстати, разновидностей у неё в этих дронах сейчас существует, как она эффективно их использует. Вообще, Украина в этом смысле показывает, что она находится сейчас на острее прогресса военного, потому что практически это первая держава, которая в реальной большой войне сделала дроны таким чуть не главным наступательным видом вооружений. Потому что мы знаем, что Соединённые Штаты Америки использовали их в Афганистане, использовали в каких-то других конфликтах, но не так массово, как это использует Украина. И на самом деле это говорит о том, о войне будущего. То есть Российская Федерация воюет по лекалам Первый и Второй мировой войн, танки какие-нибудь, артиллерия. А Украина доказывает, что артиллерия становится уже старым, ну это устаревшее какое-то, потому что артиллерия бьёт в лучшем случае даже суперартиллерию, французские «Цезари» бьют на 80 километров, но 80 километров – это не от линии фронта, потому что эти орудия надо ставить где-то 20-30 километров от линии, то есть бьют они на 50. Да, это больше, чем то, что сейчас есть у России или старое советское производство, но всё равно это устаревает всё. А вот дроны, которые могут долететь до Москвы совершенно спокойно, или доплыть до Новороссийской и Туапсе, или до Адлера, до Сочи и дальше даже, то это, в принципе, конечно, новость военной науки и новость военно-производства. И самое главное, что чистота, с которой СМИ нам отчитывается о таких атаках, показывает, что Украина налаживает собственное производство, и это её реально собственное производство, а не западное какое-то оружие, потому что западное оружие регулярно нам говорят, что Украина давала слово, давала обещание, что она не будет использовать западное вооружение по, так сказать, канонической российской территории, и, соответственно, если она туда бьёт, и если её никто не наказывает, то, скорее всего, это реальная украинская разработка. Сергей Олегович, ну правильно ли я понимаю, что Путина можно этим летом точно не ждать в его резиденции на берегу Чёрного моря, что он не решится теперь туда наведаться, ну хотя бы, чтобы там не испортить себе аппетит видом атак украинских беспилотников на его эту летнюю резиденцию? Я думаю, что это давно уже было. Уже несколько месяцев тому назад, когда были атаки в Туапсе и были атаки в Эдегее, это, в общем, очень близко от Краснодарского, ну то есть это в том же самом Краснодарском крае, это близко от Сочи, это близко от Бочарового ручья, от Красной Поляны, то есть это, в принципе, довольно близко от тех мест, где Путин очень любит отдыхать. Плюс я вам напомню, что то, куда добивают в Москве и то, куда добивают там в Энгельсе, Путиной Валдай, в общем-то, становится не так уж далеко от Украины расположено, потому что был какой-то удар, который долетел там до Петербурга. Хотя мы сомневаемся, запускали ли это из территории Украины. У меня, кстати, есть такая версия, что у украинской разведки есть очень серьезная база на территории Российской Федерации, и, возможно, даже если эти беспилотники не летят там на тысячи километров, она может успешно запускать из ближайших каких-то, или из Подмосковья, или ближайших областей, близких к Москве, там, я не знаю, там, Курская, Тверская какая-нибудь там область, вот такого плана. Значит, Путин, ну, на самом деле, и Валдай закрыт скоро будет. Ну, украинская разведка уже неоднократно подтвердила свои возможности к подобному, поэтому абсолютно не удивлюсь, но, конечно же, подтвердить подобное точно не смогу. Но, возвращаясь к теме атаки на Новороссийск, там ведь, что хорошо еще в этой атаке, правильно ли я понимаю, это не только, что вот все-таки этот оленигорский, ох, черт, с самого утра радуюсь этому названию, оленигорский горняк. Так вот, не только то, что этот большой десантный корабль, скорее всего, все-таки потопили, но и то, что была атакована инфраструктура по переливу нефти, Каспийской нефти. И вот если это, знаете, может быть зеркальным ответом на то, что Россия вышла из зерновой сделки, да, они как бы не дают возможности Украине торговать своим зерном, может ли Украина своими морскими дронами, вот этими сейчас нарушить логистику Каспийской нефти, и может ли это стать, по вашему мнению, причиной для торгов? К примеру, да, некий посредник предложит Украине, вы обязуетесь не бить по транспортной логистике, по нефти российской, а Россия возьмет на себя обязательство вернуться в зерновую сделку. Насколько, по вашему мнению, подобное возможно? Вы знаете, я совершенно не исключаю этот вариант, потому что у меня даже было такое впечатление, что такая договоренность была, такая негласная договоренность была, потому что по-новороссийску украинцы не били никогда, а россияне, кстати, не били по газопроводу «Дружба» или нефтепроводу «Дружба», которая идет через территорию Украины, и, кстати, поставки продолжаются в Венгрию там куда-то, да, и Украина, это вот довольно парадоксальная ситуация, когда две страны находятся в состоянии войны, но, тем не менее, одна платит другой за транзит ее собственной нефти в какую-то Европу через территорию Украины. То есть, на самом деле, такая парадоксальная ситуация и была, и мне казалось, что вот и Россия, кстати, не бомбила аммиакопровод, который шел в Одессу, в надежде на то, что когда-нибудь будет достигнут соглашение, и что не обидно будет его, значит, разбомбить, чтобы потом самим же и не иметь возможности им пользоваться. Вот сейчас, когда Российская Федерация явно совершенно саботирует земновую сделку, и не просто саботирует ее, но и начала даже бомбить порты типа Исмаила в акватории Дуная, то есть, совсем явно те места, которые раньше не подвергались никаким бомбардировкам, это развязало руки украинской стороне, и украинская сторона показала, что да, у нее есть возможности добить туда, куда Россия, где России будет больно, а Каспийский консорциум, это очень больно для России, потому что она транспортирует нефть, и, кстати, не только для России, это больно, кстати, для Казахстана, это больно для Азербайджана, это больно для Узбекистана, то есть, для тех стран, которые пользуются этой нефтяной ниткой, и которые, так сказать, в общем, существенные ущербы понесут, если украинская сторона начнет по ним бить целенаправленно. Сергей Олегович, но, по вашему мнению, стоит ли принимать подобное предложение Украине, если оно будет, да, вот обменять, так сказать, зерновую сделку на вот эту вот неприкосновенность нефтяной этой артерии, вот по вашему мнению, стоит Украине принять подобное предложение, если оно, конечно же, будет? Ой, сложный вопрос, очень сложный вопрос, да, потому что, как экономист, если у меня спросите, я вам скажу, конечно, стоит, да, потому что есть у Украины на что менять и у России есть на что менять, то есть можно сакрализовать несколько объектов, которые взаимно, взаимно интересны, безусловно, зерновая сделка для Украины интересна, прокачка российского газа и нефти через украинскую территорию для Украины полезна, в том числе, кстати, и для самой себя, вот, и в этом смысле есть чем торговаться, но, вы сами понимаете, это циничная позиция и вот люди, которые нас смотрят и которым на голову падают ракеты российские, они говорят, ну, как можно с захватчиком вести какие-то переговоры ну, как бы за спиной населения там и так далее, то есть это очень сложный вопрос с морально-психологической и политической точки зрения, хотя экономически это бы, такое решение было бы оправдано, в том числе и для Украины выгодно даже. Сергей Альбович, в Саудовской Аравии на этих выходных 5-6 августа состоится встреча представителей четырех десятков государств с обсуждением украинского мирного плана. Вот сегодня подтвердил свое участие в этой встрече и Китай. Россию же туда даже и не приглашали. Вот по вашему мнению, какой может быть потенциал у этой встречи, на что можно было бы Украине рассчитывать по результатам этой встречи, будет ли она, по вашему мнению, иметь какие-либо последствия? Я бы не стал пока ждать вообще очень больших результатов. То есть эта встреча, она интересна самим фактом. Вот самое главное про эту встречу вы сказали, что она идет как бы за спиной России, и Россию туда не позвали. И это уже приятно. Вот пустячок, а приятно. Путин устроил саммит Россия-Африка, пусть этот саммит ничего не решает, потому что я вам уже приводил, и еще раз повторю цифры, у Российской Федерации торговый оборот со всеми 54 странами африканского континента это всего 18 миллиардов долларов. То есть абсолютно ничто. С Китаем 285, с Европейским Союзом 412, то есть вообще несопоставимые цифры. Это там 2-3 процента вообще от всех экономических обменов. Но сам факт того, что Путин собрал к себе 49 представителей каких-то стран африканских, он в общем сыграл некоторую роль, и для Путина это был успех. Точно так же, как сейчас для Украины вот это совещание, которое будет производиться в Саводской Аравии, тоже дипломатический успех, потому что таким образом она собирает кстати страны, которые размышляют, у которых не совсем однозначная позиция, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Китай, но влиятельные страны. И в этом смысле это конечно будет кстати возможность для Украины высказать им претензии по поводу обхода санкций, по поводу серого экспорта, по поводу реэкспорта, там Турция наверняка тоже будет. И в этом смысле конечно это хорошая площадка, и любая дипломатическая площадка, где нет России, то есть где Украина может высказывать свою собственную позицию перед лицом сомневающихся стран, которые кстати лоббируют российские интересы, это очень интересная вещь, и это правильная вещь. Ждать от него больших ожиданий не стоит, по-моему, строить, потому что опять же эта встреча будет пока что рабочая, потому что это не саммит, это не руководитель государства, это не премьер-министры, то есть скорее всего на уровне либо специальных представителей, либо министров иностранных дел, либо там министров еще и каких-то экономического развития, чего-нибудь такого. Вот посмотрим, что из этого дела выйдет, но сам факт интересен. Сергей Галерьевич, а помогите тогда разобраться, как вы оцениваете возможность встречи между Путиным и Эрдоганом, и на чьей стороне на этой встрече будет Эрдоган. Мы, конечно же, понимаем, что он себе на уме, у него множество проблем внутриполитических, экономических, и он, скорее всего, конечно же, будет с точки зрения Турции на эту встречу смотреть и реализовать, но, тем не менее, вот чего вы ожидаете от этой встречи, и состоится ли она, полетит ли, решится ли Путин полететь к Эрдогану? Я думаю, что Путин полетит к Эрдогану, потому что они озвучили телефонный разговор. Если бы у Путина были сомнения, то я думаю, что они бы не стали делать публичным факт такой договоренности, потому что было просто приглашение Эрдогана, но в конце концов его могли бы замотать и сказать, что типа у Путина слишком много дел, ему надо от дронов отбиваться в Подмосковье и в Москве, и не может он оставить столицу своей родины бесхозную, потому что не дай бог Мишустин устроит переворот какой-нибудь, уедешь в Турцию, а там за твоей спиной скажут, что ты уже не президент, а на самом деле уже президент, исполняющий обязанности премьер-министр. Нет, я думаю, что он поедет, потому что скорее всего Эрдоган естественно ему дал какие-то гарантии личной безопасности, что тоже совершенно нормально на таком дипломатическом уровне всегда это оговаривается. Кстати, у глав государств есть личная неприкосновенность, то есть в принципе за исключением только тех стран вот у Путина, поэтому, кстати, у него проблема была там, где работает, где страны подписали, ратифицировали римский статут, потому что вот там есть выпущенный против него ордер об аресте. Турция не входит в число этих стран, Китай не входит в число этих стран, по этому поводу Путин там ничего ему не грозит, и в общем больших опасностей для него это не представляет, кроме пролета самого, потому что самолет все-таки должен куда-то лететь, но в Турцию он может приехать на бронепоезде через территорию Грузии, может проехать через Алисбольжан, это небольшая проблема. На чьей стороне будет Эрдоган, вот здесь тоже не надо ожидать делать больших ожиданий, строить больших каких-то замков, Эрдоган всегда на своей стороне, и это, кстати, доказал, и Турция, и Китай доказывают, что вот подход, если ты с нами, то ты против России, если ты с Россией, то ты против Украины. Турция доказала, что она играет на обеих сторонах, но самое главное, она играет на своей стороне, то есть она, грубо говоря, понимает, что ситуация такой напряженности создаёт для неё в том числе экономически более интересные условия, когда она может от России получать какие-то скидки серьёзные, и, конечно, она использует эту ситуацию в свою пользу. Поэтому Эрдоган будет по-прежнему наверняка поддерживать экономические отношения с Россией, но по-прежнему поддерживать хорошие отношения с Украиной, по-прежнему не признавать аннексию Крыма, по-прежнему не признавать каких-то взятий в плен, например, представителей татарского населения, которое проживало в Украине, потому что Турция его защищает. Эрдоган по-прежнему будет продавать Украине Байрахтары, Эрдоган по-прежнему будет поддерживать строительство завода по производству Байрахтаров на территории Украины. И таким образом он работает прежде всего на себя. И здесь в этом смысле нельзя ожидать, что он либо будет за Россию, либо будет за Украину. Ни Турция, ни Китай такую позицию никогда не займут. А удастся ли Эрдогану уговорить Путина вернуться в зерновую сделку? Есть ли у Эрдогана рычаги давления в этом на Путина? У Эрдогана есть рычаги давления, потому что он просто Путину показывает, что это в его интересах. Это экономически в его интересах. И Путину ведь… Знаете, какая проблема сейчас с Путиным? Путину никто изнутри Российской Федерации не докладывает ничего, что ему не нравится. Ничего, что не укладывается в его представления. А вот Эрдоган и Ци Цзиньпинь ему могут сказать то, что ему никто не скажет внутри России. То есть ему могут сказать, что просто «Слушай, Путин, а тебе это не выгодно, вот зачем тебе это надо делать, когда явно совершенно ты из этого получаешь какие-то дивиденды, хотя бы там дипломатически, хотя бы психологически, хотя бы ты можешь показывать вот этим африканским, бедным и азиатским странам, что ты им помогаешь таким образом, с твоего позволения, значит, у них там люди не будут умирать с голоду и так далее. То есть тебе это выгодно. А Путин упирается ведь это не… Для Путина многие вещи абсолютно не связаны ни с каким рациональным объяснением. То есть он абсолютно иррациональный человек, потому что вся война в Украине абсолютно иррациональна. Если бы он был рациональным человеком, он никогда бы её не начал, а когда бы он увидел, что он в ней проигрывает, он её бы закончил довольно давным-давно бы. Но Путин не рациональный человек, а Эрдоган чрезвычайно рациональный человек, абсолютно рациональный человек. И когда просто такой рациональный человек с Путиным будет говорить, он может ему просто какие-то аргументы, которые никто кто из путинского окружения внутреннего в Кремле, уже просто ему не решается озвучивать. А услышит ли Путин то, что ему скажет Эрдоган? Ну, в том плане, да, вот Путин уже сколько лет диктатор, сколько лет при власти и общается с лизоблюдами, сколько лет он уже в бункере, да, оторван от действительности, от реальности. Почему он должен поверить Эрдогану, даже если тот будет какие-то аргументы приводить? Нет, он ему не должен обязательно поверить, он его должен услышать. Вот вы абсолютно правы, что есть какие-то вещи, которые ему даже докладывают, он их слышит, он их слушает, но не слышит. То есть они проговариваются, но они у него не остаются в мозгу, он их не понимает, потому что они просто не укладываются в его схему. Эрдоган, поскольку человек внешний, вот явно внешний, которого Путин, кстати, уважает. Он уважает Эрдогана за силу, потому что он, кстати, ну пытался, хотел бы стать таким же Эрдоганом. Вот он хотел бы. И Эрдогана он зауважал хотя бы просто потому, что Эрдоган у него сбил его истребитель, ничтожий, сумляшийся. Да, потому что вот все… Вот посмотрите на Польшу, да, Польша два вертолёта там залетело из Белоруссии, и вот Польша говорит, ах, вот они там к нам залетели, мы там им указали на дверь и так далее. А вот Эрдоган бы их просто сбил, без всяких разговоров, и всё, и до свидания. И не боясь того, что, а, это будет провокация, а, будет мировая война, а, страна НАТО, Турция – страна НАТО. Вот, и это интересный, кстати, вариант, потому что вот единственный аргумент, по которому Путин может не поехать в Турцию, это потому, что Турция – страна НАТО. Потому что получается, на самом деле, для его дискурса внутреннего, а как он будет потом говорить, что он воюет с НАТО? Если он едет в страну НАТО, где его принимают, где у него отстаиваются переговоры, и откуда он возвращается? Да, и, кстати, вот это единственная вещь, которая вот у нас ещё остаётся там вопросик такой, а вот, может быть, даже и не поедет, потому что, ну, строго говоря, иначе у него, получается, двойные стандарты. А как потом говорить внутри России, что он воюет со всей НАТО, аж с целой НАТО? Вот, а и едет, тем не менее, в Турцию, в страну НАТО. Немножко придётся поработать в российской пропаганде, рассказывая какие-то небылицы теперь вот об Эрдогане, что, мол, вот Турция, конечно, в НАТО, но не глубоко. Ну, или ещё что-то вот будут придумывать, будут рассказывать. Это старый анекдот про летающих крокодилов, да? Вот летают, но не зенько, не зенько. Вот, значит, вот Турция в НАТО, но немножко-немножко. Если можно немножко сейчас о внутренней российской политике. Сегодня Путин подписал несколько указов, поднял призывной возраст до 30 лет, да? Там сначала обещали, что, значит, его с 18 до 27 сдвинут, с 21 до 30, а потом забыли про вот эту нижнюю границу и просто расширили окно возможности для россиянина попасть в армию. Это первый момент. И второй момент подписал Путин указ, что вот тот россиянин, который получил повестку, даже если это всего лишь СМС-ка ему пришла, вот, то он теперь не вправе за границу выехать. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что очередная волна скрытой мобилизации на России стартовала? Да, и я исхожу из того, что, по крайней мере, все механизмы законодательные для нее созданы. Больше того, даже еще вот они только-только, Путин подписал законы, и сейчас разговор идет о том, чтобы их еще доработать. Да, потому что они вспомнили, что нет уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, потому что есть только за уклонение от призыва, от мобилизации в УК нету. И поэтому сейчас они вот дорабатывают, и, возможно, на этой неделе, в начале следующей недели, примут еще поправку в Уголовный кодекс. Там есть статья, там третью часть добавят, где, значит, будет уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. Да, конечно, это все говорит о том, что Путин целенаправленно готовится к мобилизации. Скрывать здесь особо ничего не надо, потому что все и так понятно. Потому что когда такой пакет законов принимается, то все указывает на то, что готовится страна к мобилизации. По крайней мере, все механизмы созданы. Они, конечно, пока что пытаются отговориться тем, что, ну, вы знаете, это вступает в силу только с 1 января 2024 года, а до этого они говорили, что вообще там с 2028 года, что, значит, увеличение там сроков, это будет там последовательно для резервистов на год в течение пяти лет и так далее. То есть это все, как бы они делали вид, что это все просто в обычном режиме делается, все просто на вырос, там, туда-сюда. Это мы делаем какие-то выводы из предыдущей истории. Ну, на самом деле, конечно, мобилизация идет. Кстати, мобилизация идет. Вот, Путину, строго говоря, не надо было ничего этого принимать, потому что у него указ, его осенние прошлого года уже это позволяет делать. Вот, но они перевели это на уровень более высокий, то есть это не указом президента, это уже в законе прописано, а если прописано в законе, значит, эффективнее можно бороться. Плюс, значит, электронные повестки, то есть они, с другой стороны, показывают, что Российская Федерация становится как бы более даже прогрессивной страной, потому что в своем людоедстве они пошли дальше. Раньше надо было бумажку получить, теперь бумажки даже никакой не надо, и теперь вы даже можете ее не получать, ее вам просто отправили, уже сам факт того, что вам ее отправили, уже считается, что вы ее получили, и тут наступает сразу ограничение в правах, что, кстати, вот доказывается, вы знаете, вы говорили там «диктатор Путин». Мне не нравится слово «диктатор», потому что Путин никакой не диктатор, потому что диктатор — человек, который принимает какие-то решения и контролирует что-то в своей стране. Путин мало чего контролирует, но вот этими указами он пытается ужесточить ситуацию, и она реально ужесточается, потому что когда было наказание 3 тысячи за неявку, теперь 30 тысяч, 30 тысяч — это уже зарплата средняя, даже чуть выше средней в каких-то регионах. 400 тысяч для предприятий, если оно не подаст какие-то данные о мобилизуемых людях, это значительная цифра для каких-то средних и малых предприятий. И так далее, и тому подобное. Ну и вплоть до уголовной ответственности, которую явно они совершенно будут сейчас вводить в УК. То есть все идет к тому, чтобы у страны были, у путинского режима были инструменты для проведения мобилизации, а дальше это уже просто будет реализация этих инструментов. А возможно ли реакция в российском обществе на вот такое закручивание гаек? Мы помним, что только в одном регионе, в Дагестане, когда Путин в сентябре оглашал вот эту частичную мобилизацию, только в Дагестане более-менее адекватно, по моему мнению, отреагировали на подобное. Но правильно ли я понимаю, что все, кто хотел, уже сбежал из Российской Федерации, и теперь-то, собственно говоря, остались те, кто готовы к подобному развитию событий, в том плане, что они даже не понимают, к чему их подводят? Увы, я считаю, что никакой реакции не будет, или реакция будет очень слабая, или отдаленная, или опосредованная. Потому что, вы знаете, меня на это навели давнишние раздумья по поводу сталинского ГУЛАГа. Вот я вам напомню, когда были такие варианты, когда, допустим, собирали по несколько тысяч человек, чтобы расстреливать, да, или вот даже в концлагерях немецких. Их охраняло, кстати, не так много людей. И вот если бы эти тысячи просто бы тупо побежали бы на своих охранников, чтобы завладеть их оружием, разоружить и просто бороться за свою жизнь, в том числе вот с оружием, с отнятым этим оружием в руках, то у них появился хотя бы шанс избежать того, что они были. И тем не менее эти люди тысячами, сотнями шли на расстрелы. Кстати, смотрели, как перед ними расстреливают, и вот они ждали своей очереди. Для меня это абсолютно непонятная вещь была психологическая, потому что мне казалось, что людям в такой ситуации, когда нечего терять, уже, по крайней мере, надо сделать хотя бы последнюю попытку освободиться или что-то там делать. И тем не менее её люди не делали. Это происходило, кстати, не только в Советском Союзе, а это происходило в других странах. И то есть это психология людская. Люди верят до последнего момента, что их это обойдёт, или как-то они пассивны. То есть вот психологически их настолько задавливает эту ситуацию, что они просто не способны реагировать. И мне кажется, что российское общество, вы правы, кстати, в том смысле, что всё, что было инициативного, оно всё уже либо уехало, либо сбежало, либо просто бегает, кстати, от военкомата. Потому что есть люди, которые там скрываются. И специалисты даже, юристы по России говорят, что да вам просто вот надо, я не знаю, запас продуктов у себя на три недели дома закрыть, просто не открывать на звонки ничего, сидеть дома тупо и ничего не открывать. Потому что к каждому человеку ведь не пришлёшь там, я не знаю, ОМОН, чтобы взламывать дверь для того, чтобы взять человека в армию. То есть просто тупо звонят, если открыли дверь, тебя взяли. Не открыли дверь, тебя не взяли. Не откроешь один раз, ну придёшь второй раз, третий раз, и всё, до свидания. Там не будут, не выставят у тебя перед подъездом, я не знаю, 10 человек, которые будут ждать, когда ты откроешь свою дверь. Но люди этого не делают. Потому что самые умные, самые предприимчивые в России уже либо истреблены, либо уехали. То есть это всё будет реализовано? Вот эта мобилизация, мобилизационный резерв, эти стадо баранов, простите за выражение, у Путина вот под рукой, и оно готово к тому, чтобы он их стриг? У меня такое впечатление, что да, что это стадо баранов, вот оно есть. Больше того, это ведь стадо баранов, проблема даже не тогда, когда их забирают, а проблема, когда их забрали, им дали оружие в руки. Вот строго говоря, людям, которые дали оружие в руки, вот Пригожин доказал, что люди, у которых есть желание, и с оружием в руках, они могут дойти за 200 километров от Москвы, и им никто не решится противостоять. И это совершенно реальная вещь. Вот кто мешает? На фронте сейчас находится 400 тысяч человек, вооружённых россиян. Вот кто мешает этим 400 тысячам просто сняться с фронта и тупо с оружием уйти в Россию, каждый в свой регион, а кому-то там до Москвы, и всё это дело закончится немедленно, тут же, и не будет никаких смертей. Ведь когда они на фронте, они воюют не за Россию, они воюют в иностранном государстве, и гибнут, они каждый день видят раненых своих товарищей, и тем не менее, они остаются тупо, как бараны на этом фронте. Это загадка человеческая, это для меня не очень понятная вещь, но это реальность. Знаете, у меня перекликается ваше удивление. Вы привели пример тому, как люди идут на расстрел и не сопротивляются. То я, когда Солженицына читал в 1937 году, тогда удивлялся, когда воронки приезжали к боевым офицерам с оружием, и они сдавались, зная, что вчера арестовали твоего соседа, зная, чем это все для соседа заканчивается, расстрельной статьей, по такой же статье приходят к тебе, ты боевой офицер с оружием, и ты сдаешься. Да, абсолютно верно. Я кому-то уже это говорил, что вот в те времена ведь прошла совсем недавно гражданская война, и тогда была, кстати, повальная традиция наградного оружия. То есть даже у цивильных людей, у каких-то там бывших военных, бывших, которые когда-то воевали на фронтах гражданской, они стали инженерами, они стали начальниками цирков, они стали директорами заводов, и у них у всех было оружие. Они все спокойно могли, по крайней мере, отстреливаться от этих НКВДшников, которые к ним приходили их арестовывать. Никто этого не делал, абсолютно никто этого не делал. Сергей Олегович, и давайте уж о вагнеровцах вспомнили, давайте и о них поговорим. Сейчас они передислоцированы в Беларусь, и вот Служба безопасности Украины сегодня вышла с предостережением, что, мол, они могут устроить там провокацию, операцию под чужим флагом. Переодевшись в украинцев, они могут атаковать Мозырский НПЗ, гордость Лукашенко, чтобы, мол, таким образом, выходит, что спровоцировать Лукашенко на то, чтобы он все-таки открыл второй фронт и отдал приказ своей регулярной армии о наступлении в Украину. То есть, как-то, знаете, немного сложно это все выглядит. Хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать. Неужели, во-первых, Путин настолько сейчас нуждается в подобном, что вот на такую провокацию готов пойти, чтобы Лукашенко к этому спровоцировать? И пойдет ли на это Лукашенко, ну, с пониманием того, что, скорее всего, его провоцируют? Лукашенко не хочет этого делать. И доказательством того, что Лукашенко сопротивляется Путину и не хочет вступать в войну с Украиной, являются не его словами, потому что он громкие фразы-то произносит. Он говорит, что да, мы будем там защищать. Он даже предлагает там Украину теперь защищать от поляков. Помним эту историю. Это вообще-то такое очень странное были заявление. Но реально 7 месяцев с территории Беларуси вас больше россияне не бомбят. Это реальность абсолютно. Это значит, что у Лукашенко... Кстати, немножко странно это. Неужели у Лукашенко выходит действительно такое влияние, что он может Путину отказать? Ну, то есть российские войска на территории Республики Беларусь в подчинении российского генштаба, который отдает приказ, а выходит, что Лукашенко говорит, нет, я запрещаю, и российские войска на территории Беларуси отказываются, что обстреливать Украину? Как-то очень тоже немного это странно выглядит. Вы знаете, это выглядит странно, но это реальность. Это реальность, потому что обстрелов российских войск на территории Украины за Беларусью нет. И всё это реальность, значит, у Лукашенко есть какие-то инструменты влияния на Путина. Дальше. Вагнеровцы, которые находятся на территории Беларуси, сейчас обложены белорусским КГБ и белорусским ОМОНом по полной программе. Они, конечно, воевать не готовы с вагнеровцами, эти все подразделения, но знать, что Вагнера делают, Лукашенко знает, потому что он маньяк почтище Путина, он понимает, какую опасность для него вагнеровцы представляют на его территории. И он, кстати, я думаю, что очень сильно против того, чтобы их вооружать. Я думаю, что у них нет никакого оружия, даже стрелкового оружия нету. Потому что он понимает, что если вагнера со стрелковым оружием нарисуются в Беларуси, то что им мешает дойти до Минска? Что им мешает повторить поход, сказать, ну, до Москвы не получилось, давайте до Минска, а все-таки, значит, Пригожин, если в стране станет вдруг президентом Беларуси, то для него это не так плохо уже будет, да, значит. И поэтому я думаю, что Лукашенко, безусловно, очень сильно отсматривает это дело. Но для Путина эта история интересна. История почему? Потому что получилось так, что он сильно проиграл в результате Пригожинского мятежа, он сильно подмочил свою репутацию, Лукашенко спас его в некотором смысле, но, кстати, за это требует от Путина денег и явно получает эти деньги. Вот, а дальше, когда такое ружьё, вот по Станиславскому, да, когда ружьё находится на сцене, то оно должно выстрелить. Если вагнерцы находятся на территории Беларуси, либо их надо выпилить куда-то в Африку и избавиться от них, либо они устроят сами или с поджуживанием какую-то провокацию. Я этого совершенно не исключаю. Хотя это будет очень глупая вещь, но Путин делает глупые вещи. Он доказал, что он человек, который чаще всего добивается, кстати, противоположного результата по сравнению с тем, что заявлено. Он хотел, так сказать, не допустить расширения НАТО за счёт Украины и в результате получил расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции. И Украина, кстати, де-факто, Украина де-факто является страной НАТО. Он допустил ещё много всяких вещей, и поэтому такую глупость я не исключаю. И я не исключаю, кстати, вариант того, что Пригожин захочет всё-таки выслужиться перед Путином, потому что для Пригожина самое главное не просто вернуть себе расположение Путина. Для Пригожина важно вернуть финансирование государственное Путина, потому что Лукашенко, конечно же, не платит ни копейки вагнерам, а вагнера не работают бесплатно. И содержать всю эту бодягу, там, две тысячи человек, их надо кормить, их надо поить, их надо одевать, их надо чем-то там занимать, им надо выдавать какие-то деньги типа зарплаты и бонусов. Они всё-таки флибустиеры, это люди, которые пошли в вагнер для того, чтобы зарабатывать деньги, это вот совершенно никакие не добровольцы, это вот никакой идеологии нет, там бабло, просто бабло. И у Пригожина эта проблема реально существует, и он может для того, чтобы Путину доказать, что вот его вагнера всё-таки ему верны, что они не хотели его свергать, они, кстати, Пригожин не собирался свергать Путину, он шёл, чтобы Путина заставить выслушать себя. Да, вот это то, что мы с вами поговорили про Эрдогана, но Эрдогану не надо с ружьём приезжать к Путину, он его приглашает просто на переговоры, и Путин может приехать. А Пригожин, Путин отказывался его принять, хотя в результате принял. Вот я так думаю, что для того, чтобы реабилитироваться, Пригожин может пойти на такую провокацию, тем более, что если даже в результате этой провокации он потеряет каких-то там зэков, которые в составе этого вагнера, которых им абсолютно не жалко, ему абсолютно наплевать. У него есть костяк, там, я не знаю, там тысячи, наверное, человек, который такой, костяк солидный, очень серьёзные бойцы. Кстати, отбор, вот если вы почитаете последние правила приёма Вагнер, то они гораздо сложнее, я так думаю, проще поступить в ФСБ, чем в Вагнер, потому что там требования к людям по отбору, ну, супер-пупер. Вот я бы уже по этим требованиям не подхожу, хотя бы по возрасту, потому что там очень жёсткая граница верхняя, 50 лет не старше, вот там, значит, надо быть не состоять в психдиспансере, не состоять ни в каких, значит, других неприятных медицинских заведениях, не быть осуждённым, не иметь долгов, там куча всего, чего надо соответствовать, это очень, там, я думаю, что очень мало зэков соответствует этим требованиям, и поэтому избавиться от зэков, кстати, таким образом, Пригожну тоже в его интересах, потому что он таким образом останется с костяком серьёзным, значимым, а вот весь этот балласт, который он вынужден был за собой привезти в Беларусь, его уничтожат поляки или литовцы тогда, когда будет эта провокация, и поэтому я абсолютно не исключаю такой вариант. А вот чисто гипотетически, вот всё-таки если Путин отдаст этот приказ российской армии, которая на территории Беларуси, отдаст приказ вооружить вагнердцев, условно говоря, подогнать несколько грузовиков со стрелковым оружием, они переоденутся в украинскую форму и пойдут в атаку на Мозырские НПЗ, которые взорвут. Да, гордость и финансовый интерес Лукашенко, этот нефтеперерабатывающий завод. Как Лукашенко, по вашему мнению, вынужден будет отреагировать? Отдаст ли приказ белорусской армии о вторжении в Украину? Ну, мол, Украина в этом виновата. Или же как-то выкрутится? Как он может придумать, как выкрутиться? Я думаю, что Лукашенко совершенно не заинтересован в том, чтобы мобилизовывать свою армию на борьбу с Украиной. Он в курсе того, что ваша северо-западная граница хорошо охраняется, что она заминирована полностью на тех местах, на всех точках прорыва, где можно прорваться, она заминирована. В других местах слишком сложный рельеф местности, там сложно пройти. И украинская армия не воевала никогда. И хотя её сейчас Вагнера вроде бы подготавливают к чему-то, вроде бы готовят какой-то спецназ белорусский, я не думаю, что Лукашенко вообще будет серьёзно играть в эти дела. Он доказывает в этом смысле, что он очень хитрый человек и от крайних мер он всегда умел уходить. Всегда умел уходить. Какие бы варианты ни были. И если, не дай бог, Вагнера устроит такую провокацию с его любимым МПЗ, то это будет возможность у Лукашенко только ещё больше бабла срубить с Путина и сказать, что вот твои ребята у меня тут разрушили завод, во-первых, восстанавливай, и во-вторых, пока он не восстановится, возмещай мне всю потерю денег, которые от этого были, всю потерю ГСМ, которые оттуда выходили. То есть я так думаю, что Лукашенко, кстати, очень не заинтересован в этом деле. В этом заинтересован только Путин. Потому что Путин, получается, чужими руками Вагнеровцев и Лукашенко решает свою проблему на территории Беларуси. И Лукашенко отдаёт себе совершенно точно отчёт, что это такой расклад, что это выгодно Путину, но не ему. Сергей Олегович, и напоследок, если можно, я хотел бы попросить ваших оценок того, что сейчас происходит на украинском фронте и как это видят за границей, как это видят в Европе, в Соединённых Штатах Америки. Почему так спрашиваю? Потому что вижу определённое разочарование, так сказать, от наших союзников в том, что вот это наше наступление, оно не настолько эффективно, не настолько эффектно, как хотелось бы всем тем, кто помогает нам оружием, тем, кто помогает нам деньгами. Всё-таки определённое разочарование имеет место быть. Более того, идут разговоры о том, что в Польше выборы, в Соединённых Штатах Америки скоро выборы, соответственно, нужно сосредоточиться на собственных проблемах, вот польские власти теперь вот, чтобы потрафить своим фермерам, да, закрывают доступ украинской агропродукции. У Трампа 60% поддержки, скорее всего, всё-таки он будет представлять республиканцев на президентских выборах. Вот как вам сейчас вся эта ситуация видится из Европы? Из Европы она видится как усложняющаяся ситуация, к сожалению, да, действительно изменение общественного мнения идёт. Оно не такое резкое, как об этом говорят российские средства массовой информации, потому что, конечно, пропаганда говорит, ну, все уже отвернулись от Украины, все уже устали от этой войны. Нет, ничего, в этом смысле ничего нет. Кстати, все люди, которые принимают решения, они всё прекрасно понимают, то есть, они понимают, что никакого наступления не может вот так по мгновению палочки какой-нибудь взять там и через три секунды вы уже прошли 400 километров. Это возможно только в Российской Федерации, когда вагнеровский путь. Вот там никто ни в кого не стреляет, и там вот могут 800 километров пройти бойцы и дойти чуть-чуть не до Москвы. Здесь идут бои, идут тяжёлые бои. Кстати, россияне проявляют инициативу, то есть, вот если мы берём весь фронт, то в северной части этого фронта скорее даже инициатива сейчас вот как бы это не парадоксально выглядело у россиян, то есть, украинцам приходится отбиваться. Вот, что на самом деле проще, чем наступать, потому что наступать всегда сложнее, чем отбиваться. Вот, и с точки зрения политиков и военных на Западе никаких вопросов в Украине нет на самом деле. Да, вопросы есть в общественном мнении. Вот, общественное мнение и лобби про-путинское, которое использует вот эту, так сказать, этот лэп, этот гэп временной и говорит, что вот украинцы неэффективны, вот, мы зря выкидываем деньги. Вот, хотя все это, конечно, на самом деле, с экономической точки зрения, вообще смешно, да, американцы ВВП 25 триллионов в год, да, и даже, если они там выплатили 100 миллиардов, это для них такие крохи просто вот в экономическом точке зрения. и во-вторых, у них работает военно-промышленный комплекс, они освобождаются, кстати, от старого оружия, вот, то есть, на самом деле, им даже выгодно все это дело, и военные прекрасно все это понимают, и они понимают, что никакого ослабления, кстати, нету ни американской армии, ни американской экономики, ни американского военно-промышленного комплекса, наоборот, идет свежая кровь, наоборот, сейчас обновляется какое-то вооружение, наоборот, получается опыт военный, кстати, использования этого вооружения на поле боя, вот, то есть, в этом смысле, ни у военных, ни у политиков, таких принимающих решений, вопросов нету, а общественное мнение, конечно, устает, конечно, устает, и таким образом, получается, ну, давить, так сказать, на политиков, в преддверии выборов, это реальность, к сожалению. Сергей Олегович, спасибо, что нашли время для разговора, спасибо за вашу аналитику, ответы и пояснения, спасибо всем зрителям, кто был с нами на стриме, спасибо за ваши лайки, комментарии, напоминаю о подписке на YouTube канал 24, о подписках на YouTube Сергея Жирнова, в случае, если вы на нас еще не подписаны, еще раз спасибо всем за внимание, все будет Украина, побачим вас.